Екатеринбуржец Алексей Маркелов, чья машина пострадала по вине неловкой автомобилистки, сам нашел виновницу своих страданий и передал в ГИБДД видео доказательства факта, совершенного дамой ДТП, а также осознанного сокрытия виновницы с места аварии. Но! Вместо помощи от правоохранителей получил отписку с объяснением невозможности привлечения женщины к ответственности. Столкновение двух машин, 13-летнего Opel Astra, принадлежащего Алексею, и Hyundai Solaris, принадлежащего некой 36-летней Оксане Захаровой, произошло 22 января. В начале третьего пополудня на парковке возле бизнес-центра «Основа» в пионерском поселке Екатеринбурга. Он ей мешает выехать. Она сейчас задом сдаст. Ну, короче, счешет все. Вот она счесывает. Вот она. Вот примерно в этом моменте вроде бы. Еще задом сдаст. Короче, она там несколько раз проехалась. Потом она вышла, посмотрела, убедилась, что она... Потом она еще раз пошла посмотреть. И потом она уезжает. И, видимо, вот этот чувак мешал, она вместо того, чтобы ему позвонить, чтобы он убрал, она решила меня... Все, и номера уже нет. Как рассказал ТАУ, 28-летний Алексей Маркелов, работающий в этом бизнес-центре, инженером строительной организации, в тот же день, заметив повреждение своей машины, он позвонил по телефону 112, где его заверили, что на такое маленькое происшествие инспектора к нему не поедут. И Алексею стоит по возможности запастись съемками камер видеонаблюдения и самому ехать в ГАИ. Так он и поступил. Но к тому же проявил детективную смекалку. Определив, что его обидчица в спортивных штанах, заглянул в фитнес-центр, работающий в том же, что и он, здании, показал видео и попросил опознать дамочку. У Алексея взяли телефон, и тем же вечером ему по WhatsApp позвонила девушка, представившаяся Оксаной, и призналась, что это она была за рулем Соляриса. Оксана, по словам Алексея, предложила ему составить европротокол. Пострадавший отказался. После Оксаны позвонил мужчина, назвавшийся ее родственником, и спросил, а что хочет тогда пострадавший? Алексей сделал три предложения на выбор. Фиксированная сумма ущерба, совместная поездка в автосервис и оплата виновницы ремонта бампера, либо заявление в ГИБДД. Два первых предложения родственник виновницы отверг, и Алексей сообщил о случившемся в ГАИ. Естественно, передав дознавателю видеозапись произошедшего. Спустя месяц ему вручили постановление о прекращении дела об административном правонарушении на том основании, что виновница покинула место ДТП, не догадываясь о том, что она стала его участницей. А значит, наказание за оставление места аварии она понести не может. Также из постановления становится понятно, что все обстоятельства случившегося инспекторам были установлены только на основании схемы и объяснений участников. О том, что вина водительницы Солярис подтверждена прежде всего видеозаписью, в постановлении нет ни слова. И последнее, что удивило инженера Маркелова в выводах инспектора. Вот эта фраза. Причиной ДТП явилось нарушение пункта правил 10.1 ПДД РФ, ответственность за которое КОАП не предусмотрена. Пункт правил 10.1 обязывает водителей вести свои транспортные средства со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением. То есть причиной этого ДТП, по мнению правоохранителей, стала неверно выбранная скорость? Тау направила официальный запрос в городское управление госавтоинспекции Екатеринбурга с просьбой прокомментировать законность этого абсурдного, на наш взгляд, постановления. Продолжение следует...